Всем привет! Меня зовут Сергей. Приветствую вас на канале 1Серж23. Данный канал посвящен катерам-лодкам, ремонту катеров-лодок, ремонту тентов и всех остальных конструкций, связанных как с данной тематикой, так в принципе достаточно большое количество роликов на отличенные темы, будь то гаражные шторы или другие изделия, которые я делаю. Но в данном случае речь пойдет еще раз о ремонте ходовых тентов. То есть в частности речь пойдет о замене ходовых тентов на катере. Вот ко мне сейчас только что прислали тент, сейчас я его раскрыл, потому что вот вчера лодка уехала с тентом, который в принципе был в работе, то есть и пришла пора следующего по очереди тента. Тенты ремонтируются, шьются постоянно, так что это как бы обычный штатный процесс. В данном случае речь идет о замене, как еще раз говорю, замене стекол тента. Тент пришел с Москвы, сделан из ткани, по-моему, синдерелла или сомбрер, синдерелла по-моему называется, этот как его называется, по-моему французская или итальянская ткань. Я с ней не работаю, либо испанская, не работаю по той простой причине, что она мне просто тупо не нравится, она достаточно дубовая и мне не нравится ее пропитка. Но во всем остальном, в принципе, очень неплохая ткань, которая, в принципе, в этот, как его называется, достаточно долговечна, потому что она предназначена исключительно для изготовления ходовых тентов. То есть то, что я с ней не работаю, это просто я с ней не работаю, потому что мне больше нравится мехлер. То есть вот, ну ничего не могу с собой поделать, то есть немцы, на мой взгляд, рулят и рулят капитально. Принципиальное отличие ткани синдерелла от ткани мехлер, это заключается, еще раз говорю, в том, что в качестве пропитки, то есть ткань мехлер, она более мягкая, при той же самой толщине и плотности. Она имеет пропитку, которая достаточно мягкая и которая, ну вот, как я наблюдал, то есть даже если ты ее делаешь, например, ты ее когда шьешь, после того, как ткань нагревается, то есть на солнце, то есть пропитка она как бы заплавляет само по себе, сами по себе отверстия от нитки иголок, то есть, ну, что очень классно само по себе. То есть, плюс к всему, это еще раз говорю, что, ну, просто мне она не нравится. То есть мне вот не нравится эта вот синдерелла, то есть просто не нравится и все. То есть я с ней не работаю и работать с ней не буду. Но, однако, вот данный тент сшит из этой ткани. С тенту 4 года, с тентом не сделалось ничего. То есть, как еще раз говорю, ткани очень качественные и, в принципе, ну, это чисто, мне кажется, вот предпочтение по сортам и видам ткани. То есть, если не речь не идет о дешевке Китая, то, в принципе, ну, если люди работают, допустим, шьют из синдерелла, то есть, если им она нравится, то, в принципе, ну, а почему нет? Вот. Ну, просто говорю еще раз, мне она не нравится и я с ней не работаю и работать с ней не буду. То есть я ее не закупаю, закупать тоже не буду. Но в данном случае речь идет не о тенте, не о ткани, вот, а речь идет о непосредственно, конкретно данном тенте. То есть, что характерно для тент сделан в России, однозначно, то есть тут никаких вариантов нет, это местный тент. Что сделано, этот, как его называется, вот, что могу сказать про данный тент. То есть, независимо от того, что, ну, у нас, вот, у нас все вечная тема, то есть, у нас идет, вот, вечная тема экономии, то есть, вечная тема экономии, экономии на молниях, то есть, вот здесь молнии все дешевые, Китай стоит полностью кругом, витой, то есть, я такие молнии тоже не ставлю, но это, как еще раз говорю, то есть, это относится скорее к производителю тента. Вот. А в остальном, то есть, тент прошло 4 года, почему лопнули стекла, сказать не могу, потому что сейчас они, ну, в таком вот состоянии, в полной негодности, вот видите, показываю, вот, то есть, вон все дыры кругом, то есть, это, может, хранился тент неправильно, то есть, может, еще что-то, то есть, не могу сказать. Но сейчас предстоит работа по замене конкретно, конкретно, как раз вот таких стекол. Ну, как вы видите, вот через такое стекло пользоваться тентом невозможно, то есть, это просто нереально, и с этой темой сталкивается целая куча владельцев. Вообще, я думаю, что надо, наверное, снять отдельный ролик по эксплуатации ходовых тентов, потому что, как вот я понял, то, что очень многие владельцы, в принципе, портят собственные ходовые тенты самостоятельно. То есть, за счет чего это происходит? То есть, тенты неправильно хранятся. Тенты хранятся мокрые, то есть, они подвергаются, стекла подвергаются плесени там и всей остальной хрени. То есть, вот здесь, в принципе, ну, все, все, все есть. Потом тенты стоят, допустим, не укрытые ничем буквально, то есть, имеется в виду, что хранятся, например, если кругом тополя окружают, то если вы будете хранить под тополями свой катер, то, в принципе, у вас любые стекла, еще бы они не были сделаны, они придут в полную негодность. То есть, это просто налетит с них вот эта вот липкая хрень, вот вместе этот в момент цветения тополей, и, в принципе, все. То есть, либо берез, например, и вы тенты больше никогда не отмоете. То есть, а так, по идее, если просто ухаживать за стеклами, если стекла не китайские, потому что китайские стекла гниют и горят сами по себе очень быстро, а если стекла Япония, Германия, то есть, я работаю с немецким стеклом. Вон у меня огрызки немецкого стекла. Вот, показывайте, вот немецкое стекло. Вот. Ну, это обрезки тоже, они уже не используемы. Вот. Так, если использовано нормальное стекло, если за ним ухаживать, если ухаживать и правильно хранить катер под тентом, ну, в принципе, он прослужит долго. Вот. Периодично, ну, вот люди присылают тенты, владельцы катеров присылают тенты достаточно часто. Вот этот тент уже. Вот сейчас еще у дороги пара тентов идет. Вот. То есть, это как бы шлют их со всей страны. Для того, чтобы заменить стекла на ходовом тенте, катер мне не нужен. В принципе, потому что, ну, у меня разработаны достаточно нормальные собственные технологии, как сделать эту операцию так, чтобы тент встал на свое место. То есть, и с точностью до 90, скажем так, 3-94 процентов это все дело срабатывает. То есть, это прокатано уже на большом количестве тентов и катеров. Ну, что еще могу сказать про данный тент? Это то, что сшит он дерьмовыми нитками. Ну, это тоже связано с тем, что просто вот, когда люди начинают экономить, то есть, они начинают экономить по полной. То есть, вот, скажем так, вот смотрите, вот сейчас я беру, вот здесь два слоя нитки. Вот, смотрите, то есть, ничего не рвется. Просто потому, что нитки говно. Вот. Это обычные хэбэшные нитки, либо, допустим, тонкие синтетические нитки. Но, скорее всего, даже хэбэшные, потому что они уже все сгнили. Сгнили все от времени. Ну, вот. А так, как производится ремонт тента? То есть, сначала производится анализ. Анализ построения тента. Все мастера, независимо от того, где они находятся, в Европе, в России, в Америке, без разницы. Все цеха, которые, допустим, делают каким-то боком тенты, имеют отношение к этому делу, делают их по-своему. То есть, я делаю тенты также по-своему. То есть, я не смотрю на то, как делают тенты кто-то другие. Конечно, иногда вещи, которые мне нравятся, я использую при изготовлении тентов, в том числе. А так, у каждого своя технология. То есть, каждый владелец, не каждый, каждый мастер, кто занимается подобными вещами, делает эти изделия так, как он считает нужным, как он считает целесообразным. Но, как еще раз говорю, вот это, конечно, косяк. Вот так это мероприятие отрываться не должно. Причем, вот здесь прошито капитально. Здесь прошито несколько швов. Однако, нитки все умерли. Я так полагаю, что они, вероятнее всего, весь тент сшит одними и теми же нитками. И они, наверное, все такие, в таком состоянии. Но я прошью швы, которые уже расходятся. Потому что, обещал владельцу, как бы, проинспектировать данный тент, подшить молнии. То есть, посмотреть на то, где, допустим, может быть, расходится по ткани. А так, после того, как к тебе приходит, ну, ко мне в данном случае приходит тент, что я делаю? То есть, я изначально изучаю его конструктив. То есть, как он сделан. Как его сделали другие владельцы, другие мастера. Вот. Потому что, если я не сделаю неправильный анализ, то есть, либо сделаю, допустим, что-то, сделаю не так, то данный тент потом не надеется на катер. То есть, изначально, говорю, я произвожу анализ, а потом мне предстоит полностью повторить вот этот весь узел. Вот. Ну, такие узлов много. Вот я показываю М1. Полностью весь повторить узел, как он был изготовлен изначально. То есть, вот то, что и будет сделано. Плюс, дополнительно, я могу сделать какие-то, допустим, усовершенствия. То есть, вот здесь будет, например, вот тент очень жестко тянется по переднему, заднему стеклу. То есть, видите, вот отверстия все растянуты. Соответственно, я по просьбе владельца сделаю дополнительные хлястики, которые будут здесь, помогут ему натягивать тент на стекло. Ну, тент одевается на бабышки. Вот. То есть, бабышки, это совершенно нормально. Это ничем не хуже кнопок. Вот. А стоят гораздо дешевле. То есть, они, конечно, сложнее в работе, потому что, ну, что тут вот. Была бы, допустим, такая вот полоска усиления, на которой нужно было поставить кнопки, и кнопки эти прикрепить к стеклу. Но, по сути своей, это абсолютно не обязательно. То есть, это, ну, полезная вещь, но не является обязательным. То есть, это может как быть, так может и не быть на тентах. Так что вот. А так, производится анализ, производится вот разборка. Разборка элемента производится целиком, досконально, то есть, по узлам. После этого каждый элемент изготавливается заново. Все это дело собирается в том же порядке. То есть, ремонт тента, по идее, мало чем отличается от пошива самого тента. То есть, единственное, что конструкцию разрабатывать не надо. То есть, конструкция остается та, которая есть. Не надо разрабатывать систему дуг и все остальные вещи. А так, по работе, например, то есть, вот что, заменить какой-то фрагмент, что, например, изготовить его заново, ну, порой особой разницы нет. Поэтому, как бы, работа по изготовлению, по замене стекла, она не является абсолютно дешевой. Ну, несмотря на то, что, говорю, я еще раз использую немецкое стекло, которое само по себе стоит денег. В отличие от китайского дерьма. Так что, вот, если у вас, вот я буду снимать, наверное, на примере данного тента, я вам покажу, вот, сделаю, как выглядят элементы до начала работы. И покажу, сделаю отдельный ролик, покажу, как это все вот выглядит, уже когда это собрано на тенте. То есть, как вот этот элемент выглядит, вот, сейчас вот вы его можете посмотреть, вот он выглядит вот так. Это с одной стороны и с другой стороны. После того, как я все это дело переделываю, отремонтирую, изготовлю заново, соответствующим образом вы сможете посмотреть, как это выглядит уже в готовом виде. Для того, чтобы принять решение, имеет ли вам смысл, допустим, шить новый тент, либо просто заменить стекла. Но, как еще раз, я всегда говорю в своих роликах, если у вас ткань, вот здесь ткань отличная, то есть ткань, несмотря на то, что она мне не нравится, то есть это очень хорошая ткань, она прослужит очень долго, то есть она реально за 4 года у нее износа нет. Вот, она по своей службе, в принципе, точно так же работает, как и немецкие ткани. Вот, единственное, что я говорю, ну, мне она просто не нравится еще. То есть я ее не люблю и, в принципе, с ней не связываюсь. А так, в основном, это, в принципе, неплохая ткань. А так, если примете решение, что вы хотите отремонтировать собственный тент, пожалуйста, пишите мне, отправляйте заявки на почту, почта 1серж23собакамail.ру Обязательно всем отвечу. Смотрите продолжение роликов, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы приходили уведомления о выходе новых роликов. И тогда вы увидите без проблем, как данный тент будет выглядеть после окончания своей... вот данный элемент. Я не буду снимать по всему тенту, потому что мне его не одеть на лодку. А как данный элемент будет выглядеть после того, как вы его... ну, как я его отремонтирую. Все. Спасибо за внимание. До свидания.